Равин Ярон Реуин Фильм организации Бейзрата Шемп Автограф Бога Путешествие в автограф Бога во Вселенной Я вижу число 26 везде Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я вижу число 4 Я вижу Всевышнего везде Всевышний А вы видите? Отправляйтесь в путешествие со мной Автограф Бога Да сделай Всевышний удачливыми наши дела Я приглашаю вас сегодня в еще одно путешествие Чтобы вы открыли для себя самого Создателя В течение многих лет я пытался И слава Богу смог пробудить многих людей Чтобы они увидели Создателя в Его Созданиях В их собственных жизнях Но многие люди продолжают задавать вопросы Существует ли автограф Создателя? Можно ли увидеть автограф Бога в Его Созданиях? Сказать по правде Самый лучший автограф Бога вы сами Лучший автограф и доказательство того Что Создатель правит миром Это вы, ваша жизнь Почему? Просто взгляните на свою жизнь Вы просто ходящее чудо Мы не ценим это Потому что мы привыкли к этим чудесам Точно так же, как человек не удивляется дождю Потому что они видели его много раз Но если бы человек провел всю жизнь в пещере И впервые вышел И увидел капли воды, падающие ему на голову Он был бы, несомненно, этим очарован Точно так же, как если бы вы, например Увидев впервые в жизни голубой дождь Вы были бы очарованы Но после 10, 20 или 30 раза Вы привыкаете к этому И относитесь как к чему-то обычному Самая большая проблема сегодняшнего мира Это невежество Большинство людей задают вопросы Но не работает над тем, чтобы получить ответы Поскольку время имеет решающее значение Мы должны сделать как можно больше Чтобы положить всю информацию на блюдечки для вас Чтобы вы раз и навсегда увидели создателя в его созданиях Чтобы вы поняли, что есть только один создатель Существует только один документ Тура Который свидетельствует о создателе Читая, вы поймете, что все было создано самим создателем И самое главное Вы должны слушать все, о чем говорит нам Тура Перед тем, как вы примете какие-то большие решения Давайте начнем наше путешествие Мы благодарим нашего дорогого Иосифа Сибага Физика, инженера и электрика И самое главное, мудреца Туры Он собрал вместе информацию Изучая Туру и науки в течение многих лет Он смог объяснить простыми словами сложные концепты Большой вопрос Прикрепил ли создатель Вселенной свой автограф в природе? Современная наука раскрыла многие тайны Вселенной Мы исследовали атом, изучили клетку И заглянули на дальние края наблюдаемой Вселенной Конечно, если бы такой автограф существовал Мы бы его уже нашли Давайте рассмотрим Но прежде чем мы сможем распознать автограф Бога Нам нужно сначала узнать, как зовут Бога Тара открывает нам, что первичное имя Бога Это тетраграмматон Согласно нашим источникам Шарейки Душа, часть 4-й, врата 3-й Это имя охватывает все Он известен как Шем Хаэтсен Или сущностное имя Бога Тетраграмматон пишется четырьмя буквами Ют, Эй, Вав, Эй Последние три буквы Эй, Вав, Эй Пишутся как Ховей Что на иврите означает присутствующий В то время как первая буква приставки Ют Указывает на будущее время Таким образом, смысл тетраграмматона состоит в том Что Бог всегда присутствует То есть вечен Он был, есть и всегда будет Это также означает, что Бог постоянно создает настоящее Он является основополагающим источником всего сущего во Вселенной Теперь, когда мы знаем имя Бога, давайте посмотрим Сможем ли мы найти его автограф в природе Вселенную можно разделить на четыре основные области Первое, вместилище всего, то есть пространство, время Второе, законы физики, которые управляют тем, как все работает Третье, материя и энергия, содержащиеся в пространстве Четвертое, жизнь Возможно, мы уже начинаем видеть один из автографов Всевышнего Четыре основные области Параллельные четырем буквам тетраграмматона Давайте теперь рассмотрим каждую из этих четырех областей И посмотрим, сохранится ли это Четырехмерное пространство, время Основным способом интерпретации нашего мира является четырехмерное пространство, время Это означает, что существует три измерения пространства и одно измерение времени Если вы хотите указать местоположение чего-либо, вам нужно знать все четыре измерения Некоторые физики выдвигают теорию, что существует больше измерений Это известно как теория струн Но эти теоретические дополнительные измерения меньше атомов И их невозможно наблюдать Наибольшее количество измерений ученые готовы постулировать на данный момент бытие Это 26 измерений, 25 измерений пространства И одно измерение времени Это известно как бозонная теория струн Обратите внимание на магическое число 26 Это число будет повторяться в течение всего путешествия В любом случае, для всех практических целей с человеческой точки зрения Существует четыре измерения Три пространства и одно времени Согласно нашей святой Торе, очень важен человеческий взгляд на вещи Поскольку человек является причиной творения И с человеческой точки зрения существует четыре измерения Возможно, мы можем сказать, что четыре основных измерения пространства-времени Соответствуют четырем буквам имени Всевышнего Тетраграматон, как мы уже говорили «Ют» — это измерение времени. «Эй, вав, эй» — это три пространственных измерения. Как и прежде, буква «Ют» в качестве префикса обозначает будущее, то есть время. То время, как «Эй, вав, эй», что на иврите означает «настоящее», обозначает рамки существования, то есть пространство. Вот один из возможных примеров автографа Всевышнего. Законы физики. Согласно Википедии, фундаментальными физическими силами, которые формируют нашу Вселенную, являются четыре гравитационные, электромагнитные, сильные ядерные и слабые ядерные. Это фундаментальные силы, потому что они, по-видимому, не сводимы к более базовым взаимодействиям. И снова у нас есть число четыре. Возможно, эти четыре также параллельны четырем буквам тетраграмматонов. Основные арифметические операции. Все законы физики управляются чисто математическими утверждениями. Существует четыре основные математические операции. Сложение, вычитание, умножение и деление. И снова у нас есть число четыре. Примечание. Умножение является повторным сложением. Только для целых чисел. За пределами этого все становится еще сложнее. Давайте теперь посмотрим на содержание Вселенной. То есть на содержание массы и энергии с точки зрения человека. Состояние материи. Согласно Википедии, в повседневной жизни наблюдается четыре состояния вещества. Твердое, жидкое, газообразное и плазменное в звездах и молниях. Хотя существуют и некоторые другие экзотические состояния материи. Но, как и прежде, с нашей человеческой точки зрения, это те состояния, с которыми мы сталкиваемся. Обратите внимание еще раз на число четыре. Четыре частицы материи энергии. С точки зрения человека, число частиц, с которыми мы сталкиваемся, в нашей повседневной жизни равно четырем. Вся материя, с которой мы взаимодействуем, состоит из атомов, которые отличаются только количеством, содержащихся в них протонов, электронов и нейтронов. Согласно Википедии, атом — это мельчайшая единица материи, обладающая свойствами химического элемента. Четвертая частица, с которой мы сталкиваемся, это фотон. Так, например, стол или компьютер содержит протоны, нейтроны и электроны. И мы наблюдаем это визуально через фотоны света. То же самое относится и ко всему остальному на нашей планете. Конечно, внутри протонов есть другие частицы и так далее. Но мы никоим образом не сталкиваемся с ними вне протонов. Таким образом, с нашей точки зрения человека, число частиц, с которыми мы взаимодействуем, равно четырем. Процитируем веб-страницу по физике Кильского университета. Все, что вы можете видеть, звезды на небе, вашу жену, телевизор, горный хребет, океан, вашего босса, или ваших подчиненных, пылевых клещей, танцующих в лучах света, все, и это, включая вас, состоит из атомов и фотонов. И это все. И больше нет ничего для людей, не углубляющихся в науке. Это моя привилегия и привилегия многих коллег-ученых, что в редких случаях мы также можем смотреть на вещи, которые отличаются от атомов и фотонов. Вы можете зайти довольно далеко и глубоко с номером 4. Конечно, элементарных частиц гораздо больше. Но забудь о них. Они важны для нас, ученых. Некоторые из них мы на самом деле используем в материаловедении, но они не имеют никакого значения. Для нас с вами в повседневной жизни. Конец цитаты. Таким образом, для всех практических целей, с нашей точки зрения, есть 4 частицы, с которыми мы сталкиваемся в нашей повседневной жизни. Обратите внимание еще раз на число 4. Давайте теперь немного взглянем на жизнь на нашей планете. 4 спиральных рукава в нашей галактике. В течение многих лет считалось, что наша галактика, Млечный Путь, имеет всего 2 спиральных рукава. Но недавнее 12-летнее исследование с использованием радиотелескопов показало, что у нашей галактики есть 4 спиральных рукава. Снова число 4. Четвертое тело в Солнечной системе. Наша планета является четвертым крупным телом в Солнечной системе. Солнце, Меркурий, Венера, Земля. Снова число 4. 4 слоя атмосферы. Атмосфера Земли состоит из 4 основных слоев. Тропосферы, стратосферы, мезосферы и термосферы. Существует также экзосфера с чрезвычайно низкой плотностью выше 700 километров. Но некоторые ученые не считают ее частью атмосферы. По сути, это переходная зона между краем атмосферы и космическим пространством. Снова появляется цифра 4. 4 непрерывных массива суши. Сколько крупных массивов суши существует на нашей планете? Вы уже догадались? Согласно Википедии, непрерывная площадь Земли, окруженная океаном, называется массив суши. Массивы суши включают суперконтиненты, континенты и острова. На Земле есть 4 основных непрерывных массива суши. Афро-Евразия, Америка, Антарктида и Австралия. Конец цитаты. Четыре королевства. Все на нашей планете можно разделить на четыре царства. Неживое, растительное, животное и человеческое. Неудушевленные предметы не являются живыми. Растения, бактерии и так далее растут и размножаются. У животных также есть сознание и воля. Люди также обладают абстрактным интеллектом и свободной волей, то есть у них более высокий уровень сознания. Таким образом, люди могут пойти против своей животной стороны, а также могут созерцать мир и его создателя. ДНК представляет собой последователь оснований 4. Вся известная жизнь на Земле тесно связана, используя общую базу четырех генетического кода ДНК. Информация в ДНК хранится в виде кода, состоящего из четырех химических оснований. Аденина, гуанина, цитозина и тимина. Аналогично, вся известная жизнь на Земле основана на атоме углерода во многом благодаря его особой способности создавать четырехэлектронные связи с другими атомами и повторять этот процесс бесконечно. Биохимик доктор Майкл Дентон указывает в своей книге «Судьба природы» на несколько примеров числа 4, появляющихся во всей молекулярной биологии. На странице 192 он заявляет, «Часто говорят, что Бог — математик. На основании данных молекулярной биологии мы могли бы добавить, что он увлечен числом 4. Мы можем найти больше примеров числа 4 в нашей собственной физиогномике». Одна из самых известных каббалистических работ Эцхаим Шаар Пиодзен Хотем, глава 1, объясняет, что четыре окна на лице «Глаза, уши, нос, рот» соответствуют четырем буквам в имени Всевышнего. Предполагается, что человек — это микрокосмос Вселенной. Точно так же наша физическая форма состоит из четырех основных частей — головы, рук, ног и тела. Каббала описывает существование в терминах четырех уровней души и четырех основных миров. Сказано, что они параллельны тетраграмматону. В нашем мире, известном как «Осия», время определяется четырьмя сезонами и двенадцатью месяцами. Последние параллельны двенадцати возможным — «Сируфим» — перестановка букв в тетраграмматоне. Есть также четыре направления по компасу — север, юг, восток и запад. Ось зла. Еще одним признаком Творца на макроскопическом уровне является симметрия Вселенной вокруг нашей Солнечной системы. Торе говорится, что цель творения — человек. Интересно, что недавнее исследование космического фонового излучения, пронизывающего Вселенную, выявили ось симметрии. Ученые ожидали, что космическое фоновое излучение будет распределено случайным образом. Однако они обнаружили, что эта ось симметрии является ничем иным, как плоскость равноденствия Земли вокруг Солнца. Это означает, что вся наблюдаемая Вселенная симметрична вокруг нашей Солнечной системы. Ученым было очень трудно в это поверить. Они провели новое четырехлетнее исследование с использованием более совершенных технологий и датчиков. Результаты не только подтвердили двойную симметрию, но и выявили две дополнительные оси симметрии вокруг нашей Солнечной системы, а именно в Адруполе и Октуполе, где Вселенная разделена на четыре квадранта или восемь октантов. Это явление представляется очень реальным, а ученые, академики и средства массовой информации пытаются преуменьшить его значение. Сбитую с толку ученые назвали ее осью зла. Неужели это еще один привет от Всевышнего? Только те люди, которые хотят это увидеть, увидят. Что касается того, почему симметрия повторяется три раза, в Галахе и еврейском законе существует концепция, согласно которой, когда что-то необычное происходит три раза, это не следует считать случайным явлением. Часть 2. Номер 26 в природе. Мы видели много примеров числа 4. Давайте посмотрим, появляется ли в природе Гематрия – числовое значение тетраграмматона. Гематриальное числовое значение тетраграмматона равно 26. Ют – десятая буква. Эй – пятая буква. Вав – шестая и Эй – пятое число. Таким образом, гематрия или числовое значение тетраграмматона равно 10 плюс 5 плюс 6 плюс 5 равно 26. Размер наблюдаемой Вселенной. Согласно Википедии, диаметр наблюдаемой Вселенной составляет 8,8 умноженных на 10 в 26 степени метров, то есть 1 с 26 нулями. Это число не изменится с улучшением телескопов. Ученые рассчитали это, используя скорость света и теоретический возраст Вселенной с момента Большого Взрыва. Снова мы видим магическое число 26 в 10 в 26 степени метров. Обратите внимание, что мы могли бы использовать световые годы вместо метров и получить меньшее число. Но, как и прежде, с человеческой точки зрения, метр – это естественная мера для использования. Это стандартная международная единица измерения, длины на нашей планете для большинства людей. Как и прежде, Вселенная построена вокруг человека с точки зрения Торы. А как насчет 8,8? Возможно, это намек на гематрию Кетана из 26. Полученную путем сложения цифр 2 плюс 6 равно 8. Число 8 также представляет то, что превосходит природу. Например, бритмила обрезания происходит на 8 день. Удаление крайней плоти органа размножения представляет собой то, что еврейская преемственность выше естественного порядка. Согласно естественному порядку, евреи должны были исчезнуть давным-давно. Тем не менее, им каким-то образом удается выжить благодаря невидимой руке Всевышнего, которая вмешивается в природу. Энтропия Большого Взрыва В то время, как ученые спорят и строят теории, только Всевышний знает истинность Большого Взрыва. Наши источники Торы говорят, что Бог создал все с отверстием. Это дает возможность естественного объяснения свободной воли. Но даже в пределах этих отверстий есть признаки того, что за всем этим стоит Всевышний. Он управляет происходящим. Он всегда был и он будет всегда. По словам Роджера Пенроуза, физикой и математикой из Оксфордского университета, начальное состояние ранней Вселенной должно было быть в крайне маловероятной конфигурации, чтобы она могла существовать в состоянии, которое может поддерживать атомы и жизнь. Он рассчитал шансы, используя модель черной дыры, и получил ошеломляющий один из десяти в степени 10 в степени 123. Это невероятное число в буквальном смысле. Это не один со 123 нулями, а скорее один с 10 тысячами 123 нулями произносится как 10 в степени из 123. Умножьте 10 само на себя 123 раза. Это количество нулей в этом числе. Это такое огромное число, что если бы вы записали его в обычной форме, оно бы заполнило бы все книги, жесткие диски, компакт-диски и так далее на планете. И это все равно было бы недостаточно. Сам Пенроуз сказал, что если бы вы поставили ноль на каждый атом в наблюдаемой Вселенной, он все равно бы не смог бы записать это число. Чтобы получить представление об этих шансах, представьте себе кодовый замок, в котором нужно взломать не 4 числа, а 10 в 123 степени. Удачи вам! Если мы еще раз взглянем на число 10 в 10 степени 123 степени, мы также увидим, что 10 плюс 10 плюс 1 плюс 2 плюс 3 равно 26, является числовым значением тетрограмматон. Ют, Эй, Вафф, Эй. Аналогично, если мы суммируем все цифры, 1 плюс 0 плюс 1 плюс 0 плюс 1 плюс 2 плюс 3 равно 8, равно 2 плюс 6. Гематрия кетана из 26. Нет ли еще один привет от Всевышнего? Еще один небольшой автограф. Солнце. Солнце является основным источником энергии и тепла для жизни на Земле. Согласно Википедии, оно выпускает примерно 3,8, помноженное на 10 в степени 26 ватта энергии. В виде света и других форм излучения. Ватт – это международный стандарт измерения. Силы для большинства людей на планете. Еще раз обратите внимание, что число 26 отображается в 3,8, помноженное на 10 в степени 26 ватта. Вращение Солнца в том же видимом положении, что и при взгляде Земли, составляет 26,24 дня. Известно как синодическое вращение. Есть 26,000 лет округлено в период предсессии равноденствий. В просторечии известен как Великий астрономический год. Солнце также 26,000 световых лет от сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, расположенной в 26-м лонгитюдном градусе стрельца. 26 фундаментальных констант Вселенной. Фундаментальные константы Вселенной описывают силу всех сил, взаимодействий и физических свойств всего в нашей Вселенной. Эти фундаментальные константы определяют структуру всего в нашей Вселенной от кварков, атомов и электронных переходов до скоплений галактик и звездных взрывов. Измените любой из этих чисел, даже немного, и Вселенная станет совершенно другим местом. Скорее всего, никакой жизни вообще не могло бы существовать. Сколько фундаментальных констант есть? На данный момент, если мы хотим описать Вселенную как можно проще и полнее, для этого требуется не меньше и не больше, чем 26 безразмерных констант, которые приведут нас туда. 26 атомных элементов в организме человека. Согласно веб-странице биологического факультета Университета штата Аризона, из элементов, содержащихся в человеческом организме, 4 составляют наибольший процент от массы нашего тела, 96,2%. 4 элемента это кислород, водород, углерод, азот. Справа расположены 11 общих элементов, и их процент от общей массы тела. Другими важными микроэлементами менее 0,010% являются Бор, кадмий, хром, кобальт, медь, тор, йод, железо, марганец, молибден, силен, кремний, олова, ванадий и цинк. Итого, как вы уже догадались, 26. Обратите внимание, что некоторые биологи добавляют или вычитают один или несколько микроэлементов из списка. Еще не до конца известно, какие микроэлементы необходимы для жизни. В любом случае, число основных атомных элементов составляет около 26. Железо. 26-й атомный элемент – железо. Железо – важнейший элемент, уникально подходящий для транспортировки кислорода. Дыхание жизни в крови. Это придает крови ее характерный красный цвет. В Талмуде говорится, что мужчина и женщина обеспечивают тело, в то время как Бог обеспечивает душу. Возможно, это намекает на то, что душа происходит от 26, то есть от Бога. Интересно, что человеческое сердце состоит из 4 камер. Точно так же кислород – дыхание жизни. Имеет атомный номер 8, который является гематрией-кетаной 26. А атом кислорода также имеет 2 электронные орбиты. По 2-6 электронов соответственно. Человеческие кости. Человеческая стопа представляет собой прочную и сложную механическую структуру, содержащую 26 костей. Научные исследования 1197 взрослых европеоидных мужчин Северной Америки средний возраст 35,5 лет обнаружили, что длина стопы мужчин составляла 26,3 см. Со стандартным отклонением в 1,2 см. Интересно, что количество костей в наших взрослых телах составляет 206, что намекает на 26. Таким образом, мы не только стоим на 26, но и поддерживает наши тела. Бог. Основное английское слово для youth, a, wav, a, это good. G, o, d. G, это седьмая буква, O, пятнадцатая буква. D, четвертая буква английского алфавита. 7 плюс 15 плюс 4 равно 26. 7 плюс 15 плюс 4 равно 26. Вы удивлены? Думаете, это совпадение? Опять? Число Пи. Математики самой известной константой является число Пи, которое представляет собой отношение длины окружности, разделенное на ее диаметр. Вы, наверное, помните это как одно из первых вычислений, изученных в школе. Поскольку число Пи нескончаемое, мы берем первые 8 чисел и округляем его. Как и прежде, 8 это гематрия кетона кетрограмматона. Первые 8 чисел это 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6. Округляя его, мы получаем Пи равно 3,14 159,3. 3 плюс 1 плюс 4 плюс 1 плюс 5 плюс 9 плюс 3 равно 26. Обратите внимание, какое число появляется в том самом месте. И мы округлили его до 3,14 159 26 снова 26. Больше математики. Математики 26 уникальна тем, что это единственное целое число, которое находится точно между числом в квадрате и числом в кубе. Именно 3 в третьей степени равно 27, 5 во второй степени равно 25. Что находится между 27 и 25? 26. Нет другого целого числа, кроме 26, которое находится точно между квадратом и кубом. 3 в кубе и 5 в квадрате. Что находится между 27 и 25? 26. Обратите также внимание, что находится между 3 и 5. Магическое число 4. В статье, опубликованной на Discover Анн и Фанк 27 октября в 2020 году говорится, что Земля пульсирует каждые 26 секунд. И ученые не могут понять почему. Каждые 26 секунд происходит землетрясение. Не сильное, не настолько, что вы можете это почувствовать. Но достаточно, чтобы ученые на разных материках могут заметить небольшую вспышку на своих датчиках. Итак, эта информация была задокументирована в начале 60-х. Многие ученые пытались разобраться почему. Я думаю, что после всего, что мы выучили сегодня, мы можем согласиться, что это пульсирование каждые 26 секунд не что иное, как автограф Всевышнего. Он и есть то биение сердца, которое дает жизнь Вселенной. Заключительные слова. Обратите внимание, что это не означает, что нам нужно видеть какой-либо автограф, чтобы увидеть Бога в природе. Божественная мудрость проявляется во всем. Даже мельчайшие бактерии или даже атом – это бесконечное чудо и источник бездонной мудрости для тех, кто его изучает. Иди и посмотри, как ученые до сих пор не могут полностью понять даже простейшие бактерии. Источники смотрите в оригинальной статье по ссылке ниже. Знаете, что номер 26 в конце ссылки не был запланирован. Спасибо еще раз за компанию в этом путешествии. Пусть Всевышний продолжает благословлять вас ясностью, пониманием и желанием исполнять волю Создателя, точно так же, как и вашу собственную волю. Как сказано Мишнея вот, если вы сделаете его волю своей волей, он сделает вашу волю своей волей. Да благословит Ашем каждого из вас длинной жизнью процветания, полной тары, заповедей и добрых дел. Бешем Ашем Насевен Атслиях Мы очень рады вам новую Беза Ашем Ап 3.0 It's a newer faster app full of Torah lots of Kedushah by the Shurim that we do myself, Rabbi Ephraim, Rav Chaim where you'll have also newer features where you're able to use the app while you're using other applications on your phone. You'll be able to share the lectures directly from the app. You'll be able to donate online and support our Qube and our Torah work that we're doing. And the most exciting feature is that you'll be able to actually ask questions directly on the app and get answers from the rabbis directly from the app. This is something unprecedented and Baruch Hashem will be able to offer it. Thank you again for all of your support. Check it out. Make sure you have the Kosher Torah that will re-energize your Neshama each and every single day. Call to B'chavat L'cham. Call to